Добрый день, я Валерий Заненко. Сегодня мы общаемся с Игорем Рубцовым. Игорь является мастером спорта международного класса, чемпионом России. Сейчас Игорь уже успешный российский тренер. Игорь, привет! Вот сейчас проходит турнир в Дохе. Я так понимаю, это первый турнир из четырех, который там будет. По составу-то, кто может быть на второй турнир более значимый, добавится вообще? Кто-то добавится, как ты думаешь? Он уже есть, на самом деле. Заявки-то за месяц подаются. Там есть состав. Кто-то добавится. Там есть некие изменения, точно. Там просто денег больше. Там, получается, призовые больше. А по большому счету... Денег, очков, да, очков. А Рубец это, по большому счету, примерно все те же самые. Ну, плюс-минус, да. Здесь, получается, много сильных, да. Ну, например, вот японцев немного сильных. Почему пропускают первый турнир? Нет Мизутани, например, и еще там. Почему пропускают первый турнир? Связано с Олимпиадой? На отбор на Олимпиаду связано, что пропускают первый турнир? Или с чем связано? Ну, наверное, отчасти. Ну, трудно предположить, что вот все люди, кого я назвал, они все, вот судя вот здесь по номеру рейтинга, они все входят в 39. Последний, 39-й Корея, да. Все остальные выше. Ну, трудно предположить, что 39 по мировому рейтингу может не попасть на Олимпиаду. Ну, разве что в очень сильных странах, да, типа Корея, там, Китай и так далее. Если это средняя какая-то страна, ну, как Россия или Индия или что-то в этом духе, то, конечно, такие номера попадают, безусловно. Ну, с отборочными, да, но без проблем. Поэтому, наверное, потому что первые турниры, так сказать, засиделись. Ага. А вот сейчас, сегодня играли смешанные. Это отбор уже на Олимпиаду, потому что сегодня играли смешанные пары? Или это просто тоже челлендж? Система была в том числе завязана на мировой рейтинг, система отбора. Ну, я так, по слухам, да, там, по обрывкам, я тоже не... Все эти правила есть, я не вчитывался. По слухам, там, что вот Михайлова и... Шибаев. Шибаев, да. Они были близки. Близки в какой-то момент, вот, в точке отсчета, когда фиксировался этот рейтинг для попадания. И они были близки вот к попаданию чуть ли не без всяких отборов. Ну, точнее, играть отбор стали бы, но даже если бы не попали бы, все равно попали бы по резингу. Ну, в общем, из-за переноса Олимпиады, наверное, эта точка отсчета сдвинулась. Вот. И да, конечно, сейчас все эти борются за рейтинг. Все игроки, играющие миксты, это главный рейтинг. А будет какой-то еще дополнительный турнир по миксту? Какой-то, получается, будет? Прямо отборочный? И прямо здесь же или нет? Был гранд-финал, вот, тогда еще в конце 19-го года, был, или в начале 20-го, был гранд-финал. И там были миксты. И вот оттуда попадали на Олимпиаду. Вот. То есть, можно сказать, это был как этап отбора. Что потом, тоже затрудняюсь ответить, вот, не это, не вдавался. Скорее всего, может быть, остался только рейтинг теперь. А скажи, пожалуйста, вот я вот заметил, у Сидоренко раньше играл из левого угла слева в основном. А сейчас стал больше заходить, стал играть сильнее. Может быть, такое? Потому что, хотя мне слева очень нравилось, как он играет. Почему-то, когда он играл слева из левого угла, он играл не так сильно, как сейчас играет. Можешь такое заметить или нет? Сейчас стал заходить, как мне кажется. Да, заходит, да, больше. Хотя слева было хорошо. Не могу сказать точно, что заходит он, ну, радикально больше. То есть, это не Лебесон, конечно. Но бросалось в глаза, на самом деле, раньше, что этого захода ему не хватает. Не могу сказать, что, скажем так, он стал на голову сильнее из-за захода. Но справа он стал лучше играть, это точно. Но мне казалось, что, знаешь, когда не заходил, мне казалось, что не так сильно он борется. То есть, вот он как-то слева, слева, ну, справа ошибся, ошибся. А сейчас он стал заходить, стал потом догонять и как-то стал бороться и прямо вытягивать тяжелые игры. А раньше так казалось, ну, как бы играет, играет, но не пошло там как-то так. Не можешь сказать про то, что стал больше? Ну, может быть. Но в любом случае, конечно, в мужском теннисе, очевидно, надо доигрывать справа. Это 100%. Как бы хорошо не играл слева, ну, не берем там Каракашевича, там, ну, ему там 100 лет, условно, 45 лет. Даже хорошо играющий Лин Юн Жу, например, или Лин Гао Ян. И тем не менее, они играют слева, но скорее начинают очко слева. Начинают. То есть, они, грубо говоря, скидывают там, принимают подачи, разводят. И потом все равно заходят. Все равно заходят. То есть, это все равно, тем более левша, это все равно должно быть. Вот. У меня еще вопрос такой. Кто у нас там с тренера поехал, с ребятами? Кто тренер? Слабаев точно поехал. И Крутов точно поехал. Крутов с девочками, Слабаев с ребятами. И получается... Да, да. Ну, я думаю, что больше никто не поехал. Игорь, а ты сейчас кто? Вот ты тренер сейчас чего? Спорт-школы, сборной Москвы. Тренер спорт-школы, тренер сборной Москвы. Ну, это так, общественная, так сказать, выбранная такая должность. То есть, сегодня тренер, завтра захотели изменили. Ну, и все. Ну, так там, с клубом, ну, с одной командой клубной езжу еще. Ну, это не премьер-лига или премьер-лига? Не, не премьер-лига. Лиге я. Ну, не московская команда? Или... Ну, московская. Ну, это... Московская. Просто там, ну, грубо говоря, три собрались. В том числе мой ученик, да, Газарян, например. Газарян, Тихонов, Женя. И там еще взяли одного игрока и ездим. А ты же раньше был, да, тренер сборной прямо? Или был... Вторым тренером. Вторым тренером мужской сборной был. А сколько лет ты был? Мужской, да. Какой-то один чемпионат женщины помогал, но в основном второй мужской, да. Это какие года были? Вот ты вот буквально же недавно был тренером сборной. Так, 14-й. Ну, наверное, по 18-й. Так, а почему потом ты прекратил? Или как? Или так получилось? Просто поменяли? Или что? Или как? Так, так, так. Что после 18-го года произошло? Как-то совпало. Там то ли они институт этих вторых тренеров прикрыли. Ну, мне все равно предложили, да, работать в сборной, но, по-моему, с юношами на тот момент. Ну, честно говоря, не чувствовал, вот что это мое. Тренер сборной не твое? То есть, именно находиться? И скорее второй тренер сборной. А, все понятно. Все понятно. Вот. Насчет первого, ну, не знаю. Тоже нет такой уверенности, что я прям вот мечтал быть первым. А с юношами ты же ездил на мир, когда они третьими стали. Третьими? Или я путаю? В паре. Сидоренко-Тихонов. Или, подожди, я же путаю. Вторые они даже были, да. В паре, да, я там был. Это юношский мир, да. Ты же был как личный тренер. А, как личный тренер был. Все понятно. Все понял. Вот. А сейчас ты тренер Москвы. То есть, ты будешь на чемпионате России представлять Москву? Да, это только лишь на чемпионате России. Ну, по большому счету, мы выбираем тренера вот перед каждым крупным турниром. Я и по юношам могу поехать. Ну, или ездил, скажем. Ну, сейчас в Прац и поеду. Меня никто не попал просто. То есть, скорее, это зависит от того, кто едет. И там выбирают тренеры, ну, там, скорее, у кого больше народа. Это, в общем, скорее завязано, у которого тренера игроки попали в эту команду. То есть, с этим связано больше всего. Но это логично, в общем. Понял. Спасибо, что рассказал. Вот Саша проиграл Артеменко, по-моему. Буквально несколько дней назад. Да, вроде бы, да. Значит, это что? О чем можно говорить? Что Саша сейчас не в лучшей форме? В чем Артеменко играет? Именно он обыграл Фрейтеса. Обыграл Сашу. И проигрывает. По-моему, Регент его проиграл. Ну, вот, насколько я знаю. По-моему, еще какое-то есть еще поражение. Вот как это может быть такое совсем большой перевес победы над 50 мира по оружию, я назвал, и поражение, скажем, от наших ребят? Ну, это невероятно, да. С точки зрения нормального турнира это невероятно. Но, наверное, надо скидку. А Артеменко у Регентова выиграл, ой, у Фрейтеса выиграл не сейчас, да, по-моему. Не сейчас, да. Это было 2-3 месяца назад. Да, да, да. Ну, я думаю, что не слишком серьезно играет. Что, ну, вот, лидеры подобные Фрейтесу, подобные Шибаева. Хотя по внешнему виду не скажешь. Я смотрел пару матчей Шибаева сейчас на туре. То есть, все нормально. Он бегает, он нервничает. Он первый, ну, это его первый тур за эту команду Газпром. То есть, не думаю, что это не такое явное, как вот бывало у Овчарова. Некоторые матчи он просто стоит, вообще стоит на месте и при этом проигрывает. Ну, допустим, Волину он так проиграл. Ну, там какие-то обиды, не обиды, черт его знает. Но такое, прям вот, вызывающее. Нет, конечно, здесь не так. Конечно, они хотят выиграть, но, наверное, не слишком серьезно. Ну, что Шибаев, да, что Фрейтес. Хотя Шибаев, конечно, знал Артеменко. И, наверное, может быть, даже играл. Фрейтес, может быть, не знал и не играл. Но, наверное, видел. Ну, Фрейтес мог вообще недооценить все равно. Шибаев, наверное, оценивает. Ну, понимает уровень Артеменко. И, тем не менее. Ну, Артеменко такая игра, что, скажем так, любого может обыграть, дойдя до концовки. Просто есть сильный топс, есть сильные элементы, есть сильная скидка, нормальная подача. Любой человек может ошибиться на 9-9. Просто два раза. Любой. Скажи, пожалуйста, что не хватает Артеменко, чтобы он не проигрывал? А, он, кстати говоря, почему он там проигрывает? А, проигрывает почему? Нестабилен, вот тогда на каждом туре проигрывает игры, которые, по идее, не должен там проигрывать. Или нестабилен, да? Ну, я так, да, так внимательно не анализировал. Хотя его, ну, неплохо знаю, конечно. И там некоторое время работал по молодежной сборной. Может, он играет, от игрока играет. То есть на него лезут. Там Фрейтес полез, где-то Артеменко встретил. Может быть, такое, а тут ему самому приходится все делать. Или так нельзя сказать? Вот так вот. Да вроде бы он и не дурак сделать сам. Опять-таки, у него есть ход и слева, и справа, и хорошо летит. Не могу сказать. Ну, если брать Регентова, то тут получается, что Регентов достаточно вязко играет. Он не дает скорость. Действительно, может быть, тут, опять-таки, хоть и, ну, скажем так, если брать там всю карьеру, то Артеменко там в неплохой форме физической, да? Сейчас относительно всего своего, вот, на последнее, там, когда он сильным игроком стал, там, пять лет назад. Но, тем не менее, наверное, тяжело ему, вот, исходя из комплекции, тяжело ему какие-то длинные розыгрыши. Наверное, мне так кажется. Ему все-таки, наверное, в два удара легче. Ну, не знаю, можно ли решить этот вопрос. Я говорю, что он сейчас в неплохой форме. Ну, не именно сейчас, а вообще. То есть, можно играть в такой комплекции, и, в общем-то, нормально. Но, наверное, это тяжело. Ну, это, наверное, работать надо. То есть, не просто там, грубо говоря, там, похудеть, а как-то чуть игру подстраивать. Ну, так вот, конкретно не могу сказать, почему он проигрывает и как ему прибавить. Нормальный, по нашим меркам, нормальный, средний такой игрок, там, уровень 20 России. Ну, под сборной, грубо говоря. А придаст уверенность, если Артеменко будет играть в Бундеслиге, это придаст ему уверенность? Поднимет уровень? Да, наверное, он какие-то подчеркнет там, конечно, какие-то элементы. Ну, тут даже дело не в Бундеслиге. Любой другой чемпионат нормального уровня, не уступающий нашим, таких там в Европе, ну, штуки четыре наберутся. Ну, та же Польша, та же первая или вторая лига Франции, и вторая Бундеслиги. Это все пойдет в плюс. Именно вот опыт игры с разными людьми и решение вот этих проблем, задач. Там как-то, вот я говорю, что это институт второго тренера, я вот не помню, кто-то сменился или не сменился. А при ком я был-то? Я был при Петкевича. Потом он уволился. Потом он уволился. Федорович пришел. А, Федорович пришел. С Федоровичем я, по-моему, уже не был. Ну, в общем, как-то, но я, честно говоря, уже при Петкевиче, ну, скажем так, я не чувствую, что, не чувствую себя хорошо. Хотя, может быть, и по самому процессу оно было неплохо. Но как-то вот чисто сам, вот сам по себе я не чувствовал, что я плохо понимал вообще, что конкретно я делаю. То есть не то, что это так меня поставили, а вот сам по себе. Вот я делаю какую-то определенную работу, там, виду у кого-то или там на тренировке подсказываю. Но, тем не менее, я вот именно в сборной, вот этот момент, я не понимаю, где моя работа вот по итогу. Потому что есть у него личный тренер, есть у него первый тренер сборной, есть у него там в клубе кто-то. И все помогают, и я помогаю. И я не понимаю, где мой вклад. Вот в чем дело. Ну, это какая-то такая психология. Может быть, наверное, в этом и нет какой-то большой проблемы. Но как-то мне хотелось какое-то свое, свое создать что-то. Вот, сейчас создаю, ну, похвастаться особо нечем. Не, подожди, Кацман. Да, Кацман. Ну, Кацман последние года, там, полтора, так, довольно много тренируется в Германии. Ну, не меньше, чем половину времени. Ну, этот сезон вообще весь. А вот до этого два сезона, ну, половину времени в Германии точно. То есть, Кацман такое дело, ну, конечно, я с ним ездил на соревнования, да, и какие-то моменты, там, много в игре мы, там, обговаривали и строили сами вместе. То есть, да. Но, тем не менее. Кацман, да, это, конечно, самое громкое, можно сказать, мое имя. Но тут тоже не только, безусловно. Тихонов больше, моя заслуга. Хотя, ну, как бы результаты, конечно, ниже. Вот, а этот сезон я с молодыми работаю, ну, пока ничего такого интересного не получается. А Кацман почему такой, не вошел в турнир, то есть, борется, не выигрывает, да? То есть, именно в Бундеслиге в этом году. Это психология в первый год в Бундеслиге дает о себе знать? Ну, не знаю, честно говоря. Вот он начал, вот как начал, так и идет. Борется, борется. Очень много матчей выигрывает первый сет и выигрывает легко. У Кальберга, например, знаешь, какое было начало с Кальбергом? 11-3 и 3-0. Вот такое было начало. И дальше, ну, было, может быть, 8-8 еще во втором. И дальше без шансов. 8-11, 5-11, 5-11. И вот много таких матчей. У Фалка тоже вел, чем, может быть, дважды даже. Там, у Киданга этого, у многих, у Филуса. Но это психология? Вот ты вспоминаешь, как ты играл. Это психология или что это? Ну, у меня такого и опыта такого не было в такой лиге играть настолько сильной. То есть, скажем так, по моему уровню французская лига на тот момент была ниже относительно моего уровня, чем сейчас у Лёвы. Сейчас он, ну, один из последних игроков по силе. То есть, все практически сильнее его. Ну, буквально там несколько человек, там, может быть, 5-7-8 человек его уровня. Ну, допустим, Агера, тот же такие люди. Мина. Вот. А остальные, в общем, сильнее его. То есть, конечно, у французской лиги я был выше середины, скажем так, изначально. Поэтому это другая ситуация. Ну, то есть, в этом тоже зарыто некий ответ. Потому что, да, конечно, мы верим, что Лёва, там, наверное, должен или может или должен выигрывать больше игр. Он выиграл, наверное, там, 2-3 игры. Он выиграл у Аполлонии. Ну, и вот пару игр у игроков своего уровня. У Агера, кстати, может быть, как раз. Вот. И вел еще много матчей. Но на самом деле, это и доказано и рейтингом, и всеми результатами, что он слабее всех этих игроков. Он просто слабее. Да, может быть, и не намного слабее, но тем не менее. То есть, выигрывает все-таки должен более сильный игрок. Да, он борется. То есть, тут нужно еще преодолеть одну ступень, чтобы эту борьбу перевести в хотя бы, там, 40 на 60, да? То есть, из трех матчей один выигрывает. Да, пока у него, там, можно сказать, из этих, там, 20 матчей сильными, там, игроками 50 мира, он выиграл вот один у Аполлонии. Ну, не знаю, из 15-20. То есть, наверное, хотелось бы видеть 5-6 побед таких. И это было реально, вот, по развитию матчей. Но вот так сказать, что он должен обыгрывать, там, Филуса или того же Аполлонию, но я не могу это сказать. Он не должен. То есть, по моим понятиям. Мощи не хватает? Да, хочется верить. Мощи, может, не хватает какой-то? Просаживается, первый сет начинает, потом просаживается? Может, не может доиграть до конца встречи на том же уровне? Немного, вот, есть у него сложная игра, но она немножко такая, как бы, узкая. Вот эта сложность немножко узкая. На мой взгляд, эти соперники, они находят эту сложность и начинают играть дальше на слабое место. То есть, грубо говоря, Лео может предложить сложный, хороший вариант, в котором он переигрывает практически любого, там, ну, не берем, там, топовых самых китайцев, там, азиатов, там, ну, может быть, овчарого балла. А вот он показал, там, по первым сетам, что практически любого, там, европейского, даже высокого уровня игрока он может переиграть. Но игрок этот, он на то и высокий уровень, что он уходит от этой Леви на игры, он уходит. И Леви мало что есть предложить еще. Вот в чем проблема. Не важно, принимает подачи. Может быть, вот в первом сете, как бы, игрок, там, соперник не нащупывает, это пол туда-сюда, Лео там чуть-чуть попал. Вот, потом он ее нащупывает, и Лео регулярно, постоянно плохо их принимает. Принимает, принимает, то есть давление постоянно на подачу соперника. И свою, и свою. Вначале хорошо, хуже, 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 хуже. Вот, и так оно все во многих матчах прям. Меняется игра, вот от первого, с четвертого, с пятым, с пятым, очень сильно. Немножко, вот, широта вот этой сложной игры, скажем, качественных элементов, широта маленькая. То есть, есть качественные элементы, но они, этих ситуаций, ну, достаточно, скажем, ограниченное количество. И сильные соперники умеют уходить от этих ситуаций, где Лео играет хорошо. Вот такой есть момент. Ну, надо улучшать, надо улучшать прием подачи, надо улучшать. Прием подачи, я понял, то есть, такие моменты. Прием подачи, там, игру слева, хотя, вот, прибавил слева, лучше стал играть. Но, тем не менее, это все еще не выигрышно, вот, на таком уровне. Опять, мы сейчас говорим об уровне около пятидесяти мира. Вот, многие его матчи проиграны, это около пятидесяти мира. Ну, да, и психологически, наверное, тяжело. То есть, он мало игр выигрывает, психологически тяжело играть и постоянно проигрывать. И главное, что нет у него турниров, чтобы разбавить это дело. Это важный момент. То есть, кроме этого года, всегда было, там, сыграешь в Бундеслигу, там, еще в Бундеслигу, съездишь, там, может, там, в России что-то сыграешь, съездишь, там, про турчик сыграешь, посильнее, послабее. Ну, там, тоже в итоге где-то проигрываешь, но пару игр выиграешь, туда-сюда, и вроде как кого-то обыграл, там, кому-то проиграл. И вот такая, как говорится, движуха идет. Сейчас же, получается, такое давление идет. Проиграл, 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 потом даже равному проиграл. Идет давление. И негде разбавить это дело, чтобы поверить, так сказать, в себя. Где-то слабенького обыграл, там, ну, почувствовал вообще, что я выигрываю, там, чем выигрываю. А там нет такого, то есть, каждый раз сильная игра, каждый раз сильная игра. Каждый раз приезжаешь, как в сетку на протуре, а до сетки еще дойти надо. И пока ты доходишь, ты уже кого-то обыграл, уже почувствовал, там, это, все такие дела. Вот такой есть момент еще. Тяжело. Но в таком же положении Сидорянка, в таком же положении Гребнев. Ну, Гребнева, может быть, сравнимое количество, ну, или, может, там, на одну побольше. Но Сидор вполне. Вот Сидор как раз выигрывает, как я и говорю. Там, из трех одну. Из трех одну. Раз, кого-то прихватил. Раз, кого-то Фалька вообще не заметил. У него, по-моему, даже сейчас чуть ли не положительный, там, было 6-6 одно время, а сейчас, по-моему, вообще, там, 9-7 или 9-8. Ну, даже так, даже, да. Если так, то это даже еще лучше, чем я говорю. Да, да. А Гребнев, ну, как бы, видишь, у Гребнева, получается, две игры, то есть, Касмин сыграл 15 игр, 14-1 было, а Гребневу в этот момент было два поражения. Одно от Бола, еще одно от кого-то. А сейчас чуть-чуть что-то сыграл и что-то даже выиграл. То есть, вот такое вот, там, 5-2, что-то 5-1, ну, я вот так, надо смотреть, но, скажем, видишь, у Лёва просто много поражений подряд, то есть, прямо целые полгода без выигрыша. Ты это, ну, а рассказываешь, это можно словами рассказать и как-то подбодрить, какие-то вещи такие передать, опыт? Вообще, так можешь им позвонить, сказать, вы разговариваете на эти темы вообще? Да, мы с ним общаемся, через что его подбодривать. Не, ну, а что тут скажешь? Он же не может. Тут, на самом деле, тут какой-то совет, давайте, ну, это все чистая теория, да, что там в книжках пишут. Это надо пройти. Ну, я, допустим, не сталкивался, да, с таким опытом, ну, в настолько сильном чемпионате, относительно моего уровня. Хотя, то есть, тут не сказать, что вот как ему не повезло, наоборот, ему повезло. То есть, это огромный опыт и вообще мало кому это удалится и тем более в 19-20 лет. Да, в 19-20 лет. Ну, да тут ничего, не знаю, то есть, я не могу сказать, что там не надо расстраиваться. Разумеется, все расстраиваются и, наверное, надо расстраиваться, потому что, если не расстраиваешься, это значит, что ты несерьезно относишься. Ну, ему надо работать, надо, как сказать, эти ошибки, надо этими ошибками работать, то есть, это все просматривается, это все анализируется, там, и мной, и его тренерами в клубе, там, и Димой Мазуновым, который тоже помогает ему. Но он переходит как раз к нему, да, к Диме Мазунову, он переходит на следующий год, да, к нему? Да, ну, да, и сейчас он тренировался, ну, я так понимаю, что с ним, да. Они тренируются вместе с Сидоренко, вот в этом клубе, куда он переходит, они уже сейчас там тренируются, и Гребнев там. Да. Спасибо большое, Игорь.